Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Символично, что триумфальная арка в Новокубышевске открыта в день воинской славы. 2 сентября – дата окончания Второй мировой войны и в то же время к юбилею города. Еще один символ подвига советского народа украсил проспект Победы в день, когда Новокубышевск отметил 65-летие со дня основания. В торжественной церемонии принял участие губернатор Николай Меркушкин. Глава региона отметил, что отныне эта дата будет вписана в историю города. И я уверен, пройдет десятилетие, столетие, будущее поколение. Эту память никогда не забуду. Триумфальная арка классической формы, высотой 15 метров. Ее украшают 700-килограммовые барельефы. Сооружение заложили накануне 70-летия Великой Победы по инициативе ветеранов Новокубышевска. А деньги собирали всем миром. Мы сегодня хотим от имени ветеранов поблагодарить всех горожан города за тот вклад, который они внесли в строительство этого красавца. Прекрасное сооружение, прекрасный объект. Еще один памятник, который открыли в Новокубышевске в день города. Герой социалистического труда, основателю градообразующего предприятия. Анна Сергеевна Федотова была первым директором завода синтетического спирта, 60-летие которого также отмечается в этом году. Сегодня Новокубышевск невозможно представить себе без нефтяного и нефтехимического производства. Памятник открыли молодые сотрудники предприятия. Для участия в церемонии приехали правнуки Анны Федотовой. Она была достаточно строгим человеком, очень ответственным, очень заботливым человеком. У нее не было даже сберегательной книжки. Она свою пенсию направляла на благотворительные всякие цели. Ну и жила, конечно, в том числе на нее, естественно. А вот официальное открытие нового ледового дворца в Новокубышевске состоится в конце ноября. Это будет единственная крытая ледовая арена в Новокубышевске. Сегодня дворец готов уже на 85%. Глава региона отметила, что в нынешнем виде пространство на трибунах используется нерационально. При желании можно установить дополнительные посадочные места. Края можно мыла, еще по-другому поставить. Везде вот так в одном месте, во втором еще 100 мест. Одна-то согласна. Даже 150 мест. Торжественная часть праздника проходила на стадионе «Нефтяник». Юбилей города, в котором каждый третий взрослый человек трудится в нефтяной промышленности, имеет особое значение для всего региона. Задача сделать Новокубышевск самым благоустроенным городом, чтобы новые поколения горожан также гордились своей малой родиной. Почти 15 тысяч человек работают в отрасли нефтяной, нефтяной и газовой промышленности. Конечно, это даже для Самарской области очень много. А если брать всю Самарскую область, то почти 30 тысяч человек работают у нас в этой отрасли людей. Это основа нашей экономики. Это основа нашего бюджета. И это основа нашего развития. Глава региона вручил правительственные награды лучшим сотрудникам, тем, кто внес наиболее весомый вклад в развитие предприятия и города в целом. Поэтому город, безусловно, наш. Родной связь мы с ним никогда не теряли. По возможности стараемся помогать. Город, безусловно, меняется. Улицы благоустраиваются. Значит, благоустраивается сам город. А завершились торжества уже поздно вечером. На стадионе состоялся праздничный концерт, после которого город украсили залпы фейерверка. Олег Зверев, Константин Головин. События. Готовь сани летом. Самара вступила в завершающий этап подготовки к зиме. Опасений в том, что в городе отопительный сезон начнется с опозданием, нет. Сегодня эта тема стала одной из главных на совещании в городской администрации. Подводят итоги сезоны и дорожники. Большая ремонтная кампания завершается. Стали удобнее не только сами улицы. Изменится и схема автобусных маршрутов. Олег Зверев продолжит. Отопительный сезон в Самаре начнется в штатном режиме. Сегодня работы вышли на финишную прямую. Город к зиме практически готов. Для успешного пуска тепла в квартиры и на социальные объекты подготовлено больше тысячи километров тепловых сетей. 285 центральных пунктов, 103 котельные. Такие данные были озвучены на сегодняшнем совещании в городской администрации. До середины ноября Самара получит паспорт готовности к зиме. Однако городские службы должны быть начеку. Прошлогодний опыт показал, что холода могут наступить в любой момент. Ну и, коллеги, расслабляться нельзя. Значит, предыдущий сентябрь, годовой давности, он показал, что похолодание может быть досрочным, скажем так. Поэтому, конечно, вот то, что было обнаружено в субботу и воскресенье, о неработающих бригадах на участках, значит, этого быть не должно. Значит, контролируйте. Значит, это обязательно нужно все довести дома. Максимально хорошую погоду исполнится. Успешно завершается и дорожно-строительный сезон. За лето привели в порядок важнейшие улицы, в том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Приемка работ проходит повсеместно с участием представителей общественности. Глава города поручил особое внимание уделять состоянию газонов, чтобы строители вовремя убирали за собой мусор. А там, где обустройство зеленой полосы входит в план комплексного ремонта, важно, чтобы их состояние отвечало нормативным требованиям. И уже завтра изменится схема движения автобусов. Они пойдут по отремонтированной улице Дыбенко на участке от Авроры до Советской Армии. Там, где раньше общественного транспорта не было никогда. Это вопрос газона, это вопрос знаки, это вопрос разметки, это вопрос, где необходима установка светофоров. У нас, Олег Борисович, для информации по Дыбенко, завтра снего утра мы поехали на общественное движение, два маршрута открываем в данной ситуации. Завтра снего дня едем с утра по измененному маршруту. Это вот то, что было обещано и губернатором, и вами по улице Дыбенко. На улицу Дыбенко переносится движение автобусов номер 35 и 45, которые до этого выходили по улице Антонова Овсеенко. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Сторги, Людос и Эрос – три основных стиля любви, согласно греческой философии. Эти направления, а также их сочетания, попробовали передать зрителям через разные виды искусств. Артисты новой творческой площадки Самары – Арт-элеватора. Среди искушенных зрителей оказался и Андрей Горгуленко. Соркис и Карина танцами занимаются с самого детства, а потому их импровизация смотрится как хорошо продуманная постановка. Танцевальный дуэт признается – они не любят долгих репетиций, предпочитают сразу выносить свои эмоции на публику. Так лучше получится передать зрителю такое сложное чувство, как любовь. В основном это все будет строиться на импровизации, потому что импровизация, она максимально честная. Скорее, это будет как чувство, переданное в движение. Когда я чувствую что-нибудь, то легко передать. Но главное – это чувствовать внутри. Семь авторских номеров раскрывают зрителю семь разновидностей любви по концепции, которую описали еще древние греки. Одно чувство разумное, спокойное, рациональное, а где-то любовь – это борьба двух ярких индивидуальностей. Третье чувство почти маниакальное. В каждом движении артисты передают красочную палитру эмоций. Эрос – любовь, страсть – это танец. Людус – любовь, игра – это два музыканта, которые соперничают друг с другом. Поэзия, конечно, любовь жертвенная. Поэтому это вечная тема, мы решили ее раскрыть инструментом и методом экспрессии наших невероятно талантливых авторов. Главная цель вечера – раскрыть семь видов любви артистам покорилась. После шоу зрители покидали зал, открыв для себя новые эмоции. Пространство было абсолютно погружено со всех сторон. Именно в тот арт, в ту поэзию, в ту эмоциональную обстановку, которую нужно было ощутить всем зрителям. Мне кажется, я прониклась полностью, и каждый вид любви был прочувствован и понят. Самарская арткотельная только начинает закипать. Этот концерт организаторы называют предстартовым. А пока они готовятся к новому шоу – 7 октября. В этот день зрителям обещают открыть новую вселенную. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов, События. Первый пошел. Подведены итоги конкурса телезрителей маю, 1 сентября. В нашу редакцию поступило множество ваших удивительных рассказов и воспоминаний о самом первом дне знаний. Авторы самых оригинальных историй получили призы от партнера конкурса первого семейного развлекательного центра, билеты в кино и сертификаты. Мы сейчас в школу, тем более с моей, с любимой, с родной мы не расстаемся. Там, где мои учителя, любимые, которые встречают меня всегда, привет, как дела и все остальное прочее. Вообще со школой связаны самые, наверное, незабываемые воспоминания. Всем одноклассникам передаю привет, кто меня сейчас видит. Сентябрь месяц для телеканала «Самарагиса» особенный. У нас начинается череда празднований нашего десятилетия. Будет много интересных конкурсов, проектов, акций, удивительных флешмобов. И здорово, что наши зрители принимают во всех них активное участие. Вас так много в наших социальных сетях, и мы рады, что вы всегда очень трепетно и очень быстро отзываетесь на наши конкурсы. Поверьте, их будет еще предостаточно, и каждый успеет принять в них участие. Напоминаем, что прочитать истории победителей конкурса можно на нашем сайте. Там же регулярно появляется информация о новых акциях и конкурсах «Дерзайте». Далее коротко о других событиях дня. В Оренбурге трое болельщиков крыльев Советов устроили драку с полицейскими. На фанатов завели уголовное дело. Инцидент произошел вечером 2 сентября на стадионе «Газовик» в поселке Ростоши, города Оренбурга. В тот день там проводился футбольный матч между Оренбургом и крыльями Советов, который закончился поражением последних со счетом 3-2. Проигрыш несказанно расстроил самарских болельщиков. Успокоить дебоширов попытались полицейские и сотрудники Росгвардии. Однако это оказалось весьма непросто. Фанаты вступили в бой. Известно, что он подавшим от 20 до 25 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Поезд с блоками ракеты «Союз-2.1А» выехал из Самары на космодром «Восточный», сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос». Отмечается, что, согласно плану, блоки прибудут на космодром 10-11 сентября. Ракета-носитель будет участвовать в тестовом выводе совместно с разгонным блоком «Фрегат». Старт ракеты «Союз-2.1А» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций предварительно намечен на декабрь. Это будет третий пуск с нового российского гражданского космодрома. С сегодняшнего дня речной транспорт начнет ходить по новому осеннему расписанию. Изменения связаны с сезонным сокращением пассажиропотока. Отменяются рейсы «Самара-Сызрань» и «Тольятти-Сызрань». А до «Тольятти» и «Ширяева» можно будет добраться только по 6-7 и по 5-6-7 дням недели соответственно. Расписание лучше уточнять перед поездкой. В воскресенье 3 сентября жители наблюдали смерч в районе «Тольятти». По словам очевидцев, он кружил за постройками и до жилых домов не дошел. Видео необычного для нашего региона природного явления выложено в сеть. К слову, на этой неделе в регион придет похолодание. С сегодняшнего дня, согласно прогнозам, начнет дуть северо-западный ветер, который охладит воздух до 15-20 градусов в дневные часы и до 7-12 в ночные. При этом, возможно, небольшие и кратковременные дожди. Салют в день города можно будет наблюдать с Волги. Для желающих будет организована двухчасовая прогулка. Отправление от речного вокзала в 21 час. Напомним, что грандиозный праздник пройдет сразу на пяти площадках, которые будут находиться на второй очереди набережной. Главное действие состоится у полевого спуска. Здесь организуют выставку военной техники и наград, которых был достоин город в разные годы. На сцене выступят самарские российские творческие коллективы. В воздухе пройдут показательные выступления пилотных групп «Соколы России», а на воде – парад кораблей. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Щиты пилят щепки, летят в Самаре, уничтожают незаконные баннеры. Древо жизни из водопроводных труб. Новый арт-объект появился в Самаре на пересечении Галактионовской и Полевой. Дневник Филиппа Разумцева. 465 дней в городе Куйбышев. Выставка, посвященная Великой Отечественной войне, откроется сегодня во Дворце ветеранов. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова